Итак, 16 пострадавших при взрыве в Дагестане уже размещены в больницах Москвы. В полёте пациентов сопровождали медики отряда Центроспас. Ещё около полусотни раненых остаются в стационарах Дагестана. Их жизнь вне опасности. На месте трагедии продолжается разбор завалов. По предварительной версии, следствие к взрыву привело халатность и нарушение правил безопасности. Из Дагестана наш специальный корреспондент в регионе Игорь Пеханов. На месте повреждённой автозаправочной станции образовался стихийный мемориал. Несмотря на то, что здесь плотные автомобильные движения, люди здесь останавливаются, выходят, приносят к автозаправочной станции живые цветы, детские игрушки. Люди сюда начали прибывать практически с рассвета. Это с 4 часов утра здесь уже побывали десятки жителей Махачкалы. Сегодня рано утром спецборд МЧС транспортировал 16 человек в столицу. На борту работали авиамедицинские бригады отряда Центра СПАС, Минздрава России. Доставлено 16 пострадавших из нестрой детей, 6 пострадавших на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Полёт прошёл нормально. Все пациенты находятся в тяжёлом и средне-тяжёлом состоянии. Медики говорят о том, что их состояние удовлетворительное. Самое главное то, что оно не ухудшается. За моей спиной автозаправочная станция, которая была повреждена взрывом. Территория сейчас оцеплена. Там проводятся следственно-оперативные действия. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Экспертам-криминалистам предстоит выяснить все детали этой трагедии. Например, вот сейчас через дорогу буквально находится территория бывшей автомастерской. Здесь же и находился тот злополучный склад агрохимикатов. На месте вот этого подрыва огнячной селитры образовалась двухметровая воронка. Она находится вот прямо за этой грудой железа и земли, металла. На месте проводится также разбор завалов и ремонтно-восстановительные работы. На сегодняшний день мы ищем нашего однозначально пропавшего во время взрыва. Уже сегодня вторые сутки. С утра, с пяти часов мы на ногах. Сегодня тоже ищем, пока ничего не обнаружено. Спасатели, сотрудники МЧС и волонтеры следуют прилегающую к месту трагедии территорию. Игорь Пеханов, Сергей Солдатов, Артем Рыжиков. Вести. Махачкала. Продолжение следует...